Здравствуйте, товарищи! Мы, члены Северокавказской ячейки Рабочей партии России, обращаемся к рабочему классу Луганской и Донецкой народных республик, шахтерам, металлургам и всем трудящимся. Сегодня задолженность на предприятиях этих республик по выплате заработных плат образовалась более чем за два месяца. А рабочему человеку нужно на что-то жить, одеваться, питаться, содержать свою семью, а цены в магазинах постоянно растут. Есть два варианта решения этой проблемы, и оба они законны. Первый – это писать жалобы во всевозможные инстанции, вплоть до ООН. Возмущаться в интернет-чатах, форумах и так далее, и ожидать, пока хозяин отреагирует и выплатить 10, 20, а то и 50% от задолженности по какому-либо месяцу. И второй вариант – написать всего одну бумажку. Уведомление в администрацию о временном прекращении работ до тех пор, пока не осуществится полная выплата по задолженности. Как показывает практика, действителен только второй вариант. Его эффективность доказали рабочие таких шахт, как Комсомольская и Никанор Новая. Уже этим летом они приостановили работу, и администрация в спешном порядке принялась выплачивать всю задолженность по заработной плате. Такой вариант решения трудового конфликта в рамках Трудового кодекса дает рабочему человеку ряд дополнительных бонусов. Во-первых, на весь срок приостановки работы выплачивается средняя заработная плата рабочего на предприятии. Во-вторых, для ведения такой борьбы нет необходимости создавать какие-либо организации, профсоюзы или иные формы. Единственное, что необходимо – это решимость и сплоченность, коллективность и массовость действий. Поддержка рабочих других предприятий в такой ситуации бесценна. Чем обусловлен такой эффект от приостановки работы? Во-первых, собственники предприятий боятся штрафов и санкций, которые будут на них наложены со стороны покупателей продукции, произведенной рабочими на этих предприятиях. Во-вторых, буржуазия, как это ни странно, боится нарушения законов, подписанных ею же. Буржуазия знает, что если она будет нарушать законы, то установятся законы рабочего класса. А законы рабочего класса им давно известны. Поэтому они идут на всевозможные уловки, ухищрения и вранье. Когда вопрос поставлен ребром и им есть чем платить, они платят. А то, что им есть чем платить, вы знаете. Вы знаете объемы продукции, производимой вами на ваших же предприятиях. Так что те, кто борются за свои кровные, их получают. А кто не борется, их не получает. Форма заявления неоднократно публиковалась на наших ресурсах. Опубликуем ее и в этот раз. Важно понимать, что так называемая реорганизация предприятий, проходящей сейчас в республиках, вступила в свою действительную фазу. И после смены владельца, либо управляющей структуры одну на другую, забрать свои кровные будет практически невозможно. Время ожидания милости от буржуазии не осталось. Пора действовать. И если вы сами не заберете свои кровные, за вас это не сделает никто. Пора положить конец такому позорному явлению, как рабский труд. Как это сделали рабочие в других странах. Тех рабочих, которые добились положительных результатов в своей борьбе, приглашаем на Российский комитет рабочих, который пройдет в Нижнем Новгороде. Там вы сможете поделиться успехами ведения своей борьбы, пообщаться с соратниками, с такими же рабочими, как и вы, со всех городов и весей России. Чтобы попасть на Российский комитет рабочих с решающим голосом, необходимо всего одно направление от вашего коллектива, подписанное пятью рабочими, этого же коллектива. Товарищи рабочие, приезжайте на Российский комитет рабочих. Там с рабочими со всех концов России вы сможете обсудить опыт вашей борьбы, набраться новых знаний для ведения дальнейшей успешной борьбы. Удачи в вашей борьбе, товарищи! Субтитры создавал DimaTorzok